Всем привет! Сейчас рабочий день и время, в принципе, еще работы, но я решила пойти на почту за посылку. Мне пришла СНСК, что на Укрпочту пришла моя очередная посылка из Китая. И странно, что мне они занесли в офис, обычно они это делают. Но, так понимаю, что китайский производитель не заплатил, значит надо сама идти. В общем-то, сейчас я вам покажу свою почту. Укрпочта. И сегодня я еще планирую обстригать вот эти вот волосы и красить. Блин, наверное, так странно люди смотрят, это капец просто. В общем-то, мне сказали, что вся процедура займет около трех часов, и я решила вам поснимать, показать, как это будет. Да и самое потом интересно будет вспомнить, как мне будут отрезать почти половину моих волос и отрашивать совсем другой цвет. Потому что блондинка я была на протяжении лет так семи. И я сохраню. Харьковн нерав 101. Для меня будет играть в женщина или из Франкин. Спасибо к этой Habenке. Ребелка,練ка, жертв planting этого цвета. Чтобы их проходить Gun sitter, и выкруте. До новых встреч swift invece на нашем сайте. УкрпочCH встреча и стрижерически тоже конечно вернула. Субтитры делал DimaTorzok Больше ждала, чем вот это вот. Это что-то, я не знаю, даже Woman Hoodies написано. Это какая-то смотка, но я не помню, что это. Я сейчас приду в офис, распакую и вам покажу. Погода на сегодня классная, мне не жарко, не холодно, хотя я в таком жилетике теплом, но вообще прикольно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я так жарко одета, потому что когда я иду на работу, еще холодно, а когда ухожу, уже холодно и темно. Поэтому сейчас вот радуюсь погоне, последним лучам солнца осенью, а опять бегу на работу. Очень-очень странно, что заказывала я с Китая, а пришло мне с Эстонии. Причем здесь несколько наклеек уже. В общем-то, она, походу, долго ездила. В общем-то, что здесь у нас? Попробую одной рукой это все открыть. Это какая-то кофта. Я, по-моему, догадываюсь, что это, потому что я заказывала. Не ожидала, что так быстро придет, потому что заказывала почти одну из последних посылок. Одной рукой как-то нехти. Блин, классное качество. Смотрите, нитки не торчат, ничего. Так, большое какое-то. Ну, для китайца это вообще супер странно. Это зайчик. Смотрите, как мило. Зайчик-хипстер. Сейчас посмотрю по качеству. Ну, неплохо. Швы вроде неплохие. Что там за состав у нас идет? Вот, она даже бирка есть. 65 хлопка. Прилично. Так, сейчас я покажу вам, померяюсь, как это все выглядит. Ну вот, смотрите. Меряюсь на рубашку, поэтому слегка я толстенькая. По-моему, мило выглядит зайчиком. Рукава даже нормальные, смотрите. Даже не короткие. Я вообще в шоке. Я ожидала все, что придут рукава 3 четверти. Сочувствую, когда у тебя тихий голос, и никто тебя не слышит в маршрутке, где тебя видно. Причем там такая интимная установка была, что там просто даже нечем было вдохнуть. Вот что значит переполненные маршрутки в час пик. Сейчас я иду искать свою парикмахерскую. У меня, как всегда, топографический третинизм. Я не понимаю, куда мне идти. Ну, сейчас буду искать. Короче, это в этом доме. Ну, блин, посмотрите на этот дом. Это жесть. Капец, я не знаю, сейчас буду обходить вдоль и поперек. Капец, я не знаю, где меня нет, где-то следует в парк домой. Есть, окажется, фауэр-шоу. Капец, я не знаю, где меня нет, где-то следует в парк домой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диана Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь вот эта вот беседка стоит, здесь у нас стоит фортепиано. И все, кто хочет, играет, кстати. Я, наверное, пойду домой. Потому что время уже... А я ещё ничего не ела. Завтра опять на работу. Так прет эта трасса, вообще обожаю ее. Я, конечно, нашла наиболее освещенную сястку до Лорги. Я так и делаю. Здесь я ходила, она даже дома. Я расскажу, как мне впечатление рейтмахерской и самой процедуры. Потому что, в принципе, я сделала омбре, как я понимаю. На улице очень классно, я очень довольна. И довольно угощаюсь домой. Так. Всем привет, это уже второй день. Я сейчас нахожусь в офисе, на работе. Так, надеюсь, у меня не дрожит рука. Вот так вот мне будет хорошо видно. Во-первых, здесь хорошее освещение. И я хотела бы вам показать, что у меня вышло с волосами. Чуть попозже распущу, покажу. Хотела бы поделиться самими своими впечатлениями вообще о самом салоне. В общем-то, нашла я их через интернет. Созвонились как-то через неделю. Только я пошла туда, то ли через две. В общем-то, прилично уже времени пошло. Очень удивило то, что как только я зашла туда в салон, меня посадили, значит, на это кресло. И дали сразу же прайс. И вот так показывали пальцы. Значит, мы тебе будем делать вот это и вот это. Теперь приплюсовывая, сколько это будет, устраивается. Да, тогда начинаем делать. Нет, тогда что-то другое думаем. Вообще, у меня такое в первый раз, когда я в парикмахерской. Не от головы, от винта говорят сумму, сколько будут стоять их услуги. А действительно объясняют и показывают это на бумажке распечатанной. Это официальный прайс, который у них на сайте. В общем-то, цена, конечно, отличалась от той, которую мне говорили изначально по телефону. Но я понимаю, потому что они не видят мою длину, они не видят состояние моих волос. Ну, в общем, нюансы, да. Девушка, которая меня стригла и красила, очень нежно вообще обращается с волосами. Это первый раз. У меня такой мастер, который не выдирает мне колоками волосы, не тянет их, потому что у меня тонкие волосы и довольно чувствительная к коже головы. Хотя я люблю, когда мне там кто-то роется, делает массаж. Это вообще такое впечатление, что она практически не касалась кожи головы. Как-то так все делала. Очень на весу, довольно приятно. Я даже чуть ли не дремнула, потому что красили меня и стригли довольно поздно. Сказали мне изначально, что вся процедура займет 3 часа. В итоге, по факту, было полтора часа. Мне уже все сделали, подстригли, все. Общее впечатление довольно приятное. Хотя пришлось заплатить немалую сумму. Ну, что уж и сделаешь. В жизни... Я вообще не помню, когда последний раз вообще была в парикмахерской. Тем более, я красила волосы. Это на моей памяти лет так... Ну, года 4 точно вообще я не ходила даже подстригать кончики. Мне кажется, в принципе, раз в 4 года можно себе позволить стрижку и покраску волос. О окрашивании. Изначально я хотела сделать омбре на волосах. Потому что, как вы помните, я была блондинка. И здесь у меня уже отросли корни где-то на сантиметров 5. Ну, как они все снимают? Мне уже рука болит держать телефон. Вот так я с руки на руку перекладываю. В общем-то, когда мне попросили показать фотографию приблизительно, что я хочу, я показала вообще... Можете себе представить фотографию Майли Сайрус? Что? Для меня вообще поход в парикмахерскую, это в сравнении с стоматологом. И для меня это всегда очень полезно. И я практически сжу там с такими вот глазами вся напряженная. Каждая мышца моя в ожидании того, что мне отрежут сейчас какой-то клочок волос или вырвут. Только что было такое жесткое палево. Короче, у нас палили на рабочем месте. Что я непонятно, чем вообще занимаюсь. Еще такая одна изюминка. У меня всегда вот в парикмахерских всегда волосы выравнивали. Ну, когда укладывали, то есть высушивали. Этот раз мне даже подкрутили. Причем она крутила по очень такой интересной техникой. Короче, не дают мне рассказать. Сейчас и 2 минуты и уже буду работать, потому что опять начинается какой-то завал. В общем, крутила она с помощью расчески круглой такой для укладки и фена. И все, и получились вот такие вот кудряхи. Я хочу попробовать сделать сама, не раз дома, и снять видео. Потому что, блин, первый раз такое вижу, что без плойки крутить, без бигуди и вообще без как бы даже утюжка. Просто феном и расческой для укладки. Скоро будет влог, я буду ходить на выставку здравоохранения. По работе вас тоже с собой возьму. Если вам будет интересно, буду побольше снимать влогов. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть новые видео, а также новые влоги. Спасибо, что проводите дни со мной. У меня есть с кем поговорить, есть кому рассказать, есть с кем поделиться. Вы мои, так скажем, ютубовские друзья, которым я расскажу самое все свое сокровенное. И я сегодня в новом своем свитшотике с зайцем и с новой прической. Сейчас, кстати, покажу, как выглядят мои волосы распущенные. Короче, вот такой вот у меня получился эффект. Не знаю, как вам меня видно или нет вообще. Уже опять себя не вижу в кадре, даже в телефоне. Моя судьба. Вот так вот. Вот переход, в принципе, виден, я думаю, да? Вот здесь темные, здесь более светлые. Мне, кстати, здесь больше свет нравится, чем здесь. Вот так вот. Вот, надеюсь, мне так лучше будет, не знаю. В общем-то, изменения в любом случае в ту или иную сторону. Это довольно приятно. Вот. Ну, прощаюсь с вами. Спасибо вам большое еще раз. Всех целую. И пока.